Второе. Миссия Израиля. Нельзя понять тайну вечности Израиля, не осознав историческую роль, которую воздало проведение народу Израиля. Раф Ицхак Кук объясняет, что каждой нации в мире проведение Ашгаха назначило цель и миссию по продвижению человечества. Проведение дало каждой нации необходимые инструменты и таланты для реализации миссии. И пока какая-либо нация не исполнила свою роль, она продолжает существовать на сцене истории. Кавычки. Сойти со сцены истории возможно только народу, который завершил то, что начал. Кавычки. Урод. Страница 136. У каждого народа есть своя цель и особенность, которые объединяются в особый дар, необходимый для исправления мира. Каждая нация осуществляет это в соответствии со своими свойствами, происхождением, своими взглядами и исторической силой и передает всему человечеству свои частные достижения. И потому это дар Божий. У каждого народа есть особый талант для расширения своей мудрости и духовных способностей. Однако существует множество индивидуальных путей в различных областях, и все народы должны работать вместе на благо человечества, каждый в соответствии со своим призванием и природой. Однако существует разница между народом Израиля и народами мира. Задачи, возложенные на народы мира, имеют предел и ограничения. Поэтому каждая нация в какой-то день завершает свою роль и затем уходит со сцены истории. «Что касается еврейского народа, которому провидение предназначило вечную роль, ибо так же, как новые небеса и новая земля, которые я создаю, стоят передо мной, Слово Бога, так всегда будет стоять незыблемо ваше потомство и ваше имя». Конец цитаты. Исайя 66, 22. Поэтому Израиль — это народ вечный, который никогда не сойдет со сцены истории. Здесь возникает необходимость объяснить, какова вечная миссия Израиля в мире. Создание мира за шесть дней завершает Тора словами. «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой, и закончены небеса и земля, и все воинство их». Конец цитаты. Определенный артикль «Га» перед «Шиши» шестой в выражении «Йом Гашиши» день шестой не имеет аналогов в остальных пяти днях творения, которые описаны общим образом. День один «Йом решон», день второй «Йом шини» и так далее. И возникает вопрос, что особенного характеризует этот шестой день, на что Тора намекает с помощью определенного артикля, прибавленного к его названию. Мудрецы в своем комментарии объясняют, что Тора намекает в этом стихе на особый шестой день, а именно на шестой день месяца Сиван, день дарования Торы миру через Израиль. И так сказано в трактате «Шаббат», как сказал Рейш Лакиш, что означает написанное «и был вечер, и было утро, день шестой». «Ашиши». Зачем требуется дополнительное «А»? Это учит нас, что Всевышний условился с творением и сказал им, «Если Израиль примет Тору, вы будете существовать. Если же нет, я верну вас в пустоту и бездну, Тогу веб-Богу». Их намерение заключается в том, что до шестого числа месяца Сиван существование творения было подвешено, оставалось неясным, будет ли оно продолжаться или вернется к своему исходному состоянию, к пустоте и бездне. И только в день шестой месяца Сиван, после того, как Израиль согласился принять Тору, было гарантировано существование небес и земли. Таким образом, смысл стиха, кавычки, шестой день, кавычки, месяца Сиван, когда Израиль согласился принять Тору, тогда и, кавычки, завершились небеса и земля и все воинство их, кавычки, была окончательно определена возможность существования мира. И здесь возникает еще один вопрос. Какое отношение имеет существование небес и земли к согласию или несогласию Израиля принять Тору и заповеди? Ответ на этот вопрос содержится в другом Медраше. Илкут Шамони Берешит один. Цитата. Тора сказала, «Я была инструментом искусства Всевышнего. В обычном мире царь из плоти и крови строит дворец, но он не строит его по своей воле, а по воле художника. И художник не строит по своему разумению, но у него есть чертежи и записи, чтобы знать, как делать комнаты и как делать двери. Так Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. И Тора сказала, «Вначале во мне, в Торе, Бог создал мир». Конец цитаты. Из сказанного в Медраше ясно, что мир не является целью сам по себе, а служит средством для раскрытия воли Творца через его творение. Поэтому, прежде чем Бог создал свой мир, Он определил для мира цель и предназначение, которые Он запечатлел в своей святой Торе. И все то время, пока мир существовал без Торы, называлось «тысячи тогу», то есть тысячи лет, в течение которых мир был, как инструмент без применения. И когда пришло время дать Тору миру, мир оказался на испытании. Если Израиль, сноска, который представляет собой общественную группу, посредством которой должен проявиться свет Торы в мире, конец сноски, примет Тору, тогда у мира будет цель, и, соответственно, у него будет право на существование. А если нет, если бы, не дай Бог, Израиль не принял Тору, то творение потеряло бы свое значение и право на существование, и поэтому оно должно было бы вернуться в состояние тогу вевогу. Находим, что роль Израиля заключается в том, чтобы раскрыть во всей Вселенной реальность Создателя, его мораль и провидение. Как сказано в Писании, «Народ, который я создал в себе, кто хвалу мою всем расскажет». Исайя 43, 21. «И Израиль восхваляет Господа, осуществляя в повседневной жизни волю Создателя, открывшуюся в Торе». И поэтому Маймонит написал «Ваграт Тейман» послание геменитам. «Знайте, что это истинный закон Божий, Тора, данный нам через Господа первых и последних пророков. В этой Торе Творец отделил нас от других жителей мира». Исайя 43, 21. Исай 300, 22. awa tab Преснец ready το истинный закон Божий, Исай 44, Такжеdinander депутат. Иığ proved кук Child House безны Day decir是不是. Продолжение следует...